Самое страшное, как можно было начать? Самое страшное! Мия, мы куда собираемся? В аквапарк! В отличие! Не в аквапарк, а в парк аттракционов! Да! Ребятки, всем привет! Мы собираемся в парк аттракционов, сейчас все покажем. Ну и сейчас немного полезностей. В Москве мне очень нравится то, что можно достать все, что хочешь. И супер качественных вещей здесь просто очень много. Одну вещь я очень хочу посоветовать. Прямо вот обзорчик сделала. Вот сейчас посмотрите, скажите, что думаете вы? Нравится ли вам сейдевайс? Да-да, посмотрите! Да, мне для работы нужен был супер чудо-рюкзачок! Я давно искала качественный рюкзак для городских нужд. И первым критерием важным для меня был материал. То есть он должен быть не марки и всегда сохранять свой презентабельный вид. и что очень важно для меня отсек для ноутбука. Несмотря на свой компактный вид, рюкзак найти го урбан и юзи пласт помещает и ежедневники, и шапки, и другие мои личные вещи. Внешний кармашек я использую для ключей, для предметов, которые всегда должны быть под рукой. Например, гигиеническая помада. Кстати, обратите внимание, этот кармашек, он скрыт, его как будто бы и нет. Ну и боковой кармашек для бутылки с водой. Смотрите, как он открывается, сейчас еще покажу. То есть, чтобы было легче доставать предмет, и можно открыть его сбоку. Ну и немаловажное для меня это крепкие лямки, которые можно на ходу ослабить или подзатянуть. На самом деле, за свою цену, это очень качественный рюкзак, который выглядит стильно и презентабельно. Как раз то, что мне нужно. Ссылка на рюкзак в описании. Ну а мы выдвигаемся на прогулку. Что, обулось? Выходим тогда. Какая здесь музыка играет сказочная. Девчонки, безудержное веселье начинается. Да. О, это что-то интересненькое будет. Если кто-то вдруг не понял, это место называется Остров мечты. И с детками, конечно, вообще супер. У меня ощущение, как будто она в сказку идет. Класс? Тебе нравится? На самом деле, мы тут уже внутри. Входим уже 10 минут. И тут много всего интересного. Еще даже до входа не дошли. То есть, можно и здесь потусить, и за вход не платить. В магазинах. Мы здесь! Наша первая остановка. Дом страха. Вы можете не поверить, но действительно шутковато. И мы подумали, что не работает там. Ну, я удивлена. Очень атмосферно на самом деле. Ну, реально страшно. Мы взяли семейный билет на четверых 8800. А в будние дни 2500 рублей стоит билет на человека, а выходные 2900. Парк поделен на 9 тематических зон. Вот здесь вот зона смурфика. Там вот маугли динозавры. Это дом страха. Есть еще графа Дракула замок. Там потом покажу. Черепашки-ниндзя. Хеллоу-китти. Во всем атмосферно. Мы идем на страшные горки. Ой! Что тут происходит? Люк! Не упади в люк! О, мужик, он взялся. Алена, влази. Шред! Шредер, он там! Проходит бой, бой. Это личные вещи, которые... Надо вещи оставить, Снежана. Вещи там надо оставить. Это просто кошмар. Снежана, я столько маза. Что это было? Не ходите на эту морю. У меня ноги просто... Я не отдала. Я такая говорю, а это здесь не самая страшная горка. Они говорят, что самое страшное. Ну, как можно было начать? Самое страшное. Это просто ты такая садишься, Снежана еще такая руками мажет. И как потом началось просто... Я закрыла глаза, а там еще какой-то интерактив вдоль всего дома. Я обнесилась у нее просто. Ты нормально вообще? Мер вниз, март. У меня дрожат, мурашки по коже. Ноги просто не идут после всего этого. Я не могу просто. Это кошмар какой-то. Ален, не плачь. Нам еще все впереди. Где вообще вы? Я хочу домой. Уберите меня домой, пожалуйста. У Васи тоже безудержное веселье. Они тут лежа катались на чем-то. Я думала, что это просто башня падения. Думаю, что это неплохо. Просто я с токоматом. У меня сопли вот так вот в сторону. Ребята, сходите обязательно, проверьте, что будет с вами. Не ходите сюда, не надо. Посмотрите на эту прическу. Я не знаю, как тут переспачивать. Я рекомендую ходить в будни. То есть это вот так вот мы все прошли и прошли. То есть обычно здесь очередь. И вот от этой точки время ожидания 60 минут. Короче, не ходите в выходные, ходите в будни. А вот и Трансильвания. Где-то здесь есть вампиры. Не быстро. Немного страха. Что хочется сказать. Так, мы здесь уже 3 часа, а как будто 15 минут. И так здесь все шевелится. Это круто. Причем преимущество пятницы вечера. То, что практически нет людей. И вот можно купить экспресс-билет за 5 тысяч. Тогда будет без очереди. А мы и так без очереди, потому что никого нет. На самом деле настоящая у нас зимняя сказка получилась. Я не знаю, каково летом находиться в помещении. Но зимой прикольно, что можно отдохнуть, потусить. Вам как, девчонки? Вау, было супер. Все было круто, как всегда. Мы устали сильно, но мы счастливы. И я не понимаю, почему столько хейта относительно этого парка было. Блин, за 2 тысячи рублей столько аттракционов, столько всего. У нас в 5 часов пролетело просто как 1 час. Мы даже и не успели заметить. Но, по-моему, обошли все. Вроде бы успели. Так что сберите запас в 5 часов. И желательно в будний день.